В Самаре продолжают благоустраивать дворы по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Глава города Елена Лапушкина проинспектировала ремонтируемые площадки в Куйбышевском районе. Сейчас я расскажу вам об этом подробнее. Во дворе на центральной 9 с ремонтом уже справились. У детской площадки установили ограждающие секции, рядом с подъездами уютные лавочки, урны и цветники. Не забыли и про автомобилистов. Специально для них обустроили асфальтированные парковки. Одним словом, двор превратили в уютный уголок для людей всех возрастов. Осталось выполнить санитарную обрезку деревьев и убрать ЖКХ-арт. Резиновые автомобильные покрышки, которые портят внешний облик двора. Проблему с проездом и парковкой для автомобиля решили и на фасадной. Также представитель подрядной организации пообещал установить здесь спортивные снаряды и оборудовать детскую площадку. На этой площадке что будет? Детская площадка будут тренажеры, будут для детей, детские комплексы, чтобы всем было интересно тут. Специалисты отремонтировали небольшой дворик на Новокомсомольской, 9. Здесь установили аккуратные ограждающие секции, скамейки, разбили цветники. Местные жители поблагодарили главу города за проделанную работу и попросили решить проблему со скамейками. По мнению горожан, расстояние между деревянными секциями слишком большое. Несмотря на замечания, местные жители не пожалели, что стали участниками федеральной программы. Парковка. Тут у нас была такая грязь, невозможно. Теперь стала асфальтированная площадка и машины могут стоять, и мы можем ходить. Дорожки. Дорожки у нас вообще не было, негде было ходить, потому что там проезжая часть узкая, там негде ходить совершенно. Теперь у нас появилась дорожка. Мы очень рады и довольны всему этому. Напомним, специалисты должны отремонтировать дворы осенью 2019 года. Им предстоит устранить все замечания местных жителей и навести идеальную чистоту на площадках, в том числе убрать за собой строительный мусор. Анатолий Головко, Константин Головин. События.